Человек выходит в кабинку, потом выходит с той стороны и выходит через другой вход. Подготовка к открытию избирательных участков в этом году особенная. Кабинки должны проветриваться, ручки одноразовые. Члены комиссии все как один в спецзащите. От пластиковых масок, экранов до халатов. И это еще не все. В местах, где традиционно располагается по 2-3 участка, потоки избирателей будут разделены лентами. Через каждый час предусмотрено у нас проветривание 15 минут и, соответственно, санитарная обработка всех поверхностей. У нас даже предусмотрено на входе в избирательный участок специальный антибактериальный даже коврик. Перед тем, как зайти на участок, будет измерено всем без исключения температура. Поверхность антибактериального коврика будет обновляться слой за слоем каждый час. Кроме того, для уверенности в защите избирателей все, кто задействован в организации голосования, сдали тест на коронавирус. Ведь работать придется не только на участке, но и по вызовам, на дом и в соцучреждениях. Мы работаем, получается, с 25-го числа. Голосование будет проходить у нас с 4-х часов до 8-ми вечера до 29-го числа. 30-го числа мы ждем наших избирателей с часу дня до 8-ми вечера. До 17-ти, извините, вечера. И 1-го июля с 8-ми часов утра до 8-ми часов вечера. 308-й участок всегда лидирует по показателям явки. Из 1326 закрепленных граждан на голосование обычно приходит до 70%. Сейчас здесь завершаются последние приготовления. Готовится кабинка, прибрасываются шторы, еще раз осматриваются средства защиты. 24-го, на это уже не будет времени, начнется прием бюллетеней для голосования. Согласно утвержденной форме бюллетеня, стоят только две, скажем так, колоночки. Это «за» и «против» поправки. В общем, по отдельности, конечно, не будет. Но заранее могут прийти, ознакомиться. Есть специальные брошюры, в которых очень подробно расписаны. И расписана не просто отдельно поправка, наверное, поймет только юрист, да, а именно по блокам. 25-го июня откроются все 99 избирательных участков БИИСКО. На каждом из них будут работать наблюдатели, дежурить сотрудники полиции. Ну а 1-го июля в 20.00 начнется подсчет голосов. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни. Продолжение следует... Продолжение следует...